Да, да, добро. На меня. Давай. Пожалуйста, краткий об этом матче, получился весьма тяжелый для команды, да? Ну да, очень тяжелый матч, мы видим, что в первом тайме совсем ничего не получалось у нас. Карпата контролировала до первого тайма, но в втором тайме по счастлива, что Карпата не забыли пенальти, Денис Бойко выручивал нас, и где-то потом все-таки удача была на нашей стороне. Артем, не совсем удачная игра, наверное, для вас, да? Ну, скорее всего, да. Иван, биль! Чего, так, не сможешь сказать, наверное, почему? Почему не удачно? Да. Да, ну откуда знаю, вроде готовимся, тренируемся, отдаемся на тренировках, ну, бывает такое. Ну, самое главное-то такое, да, сыграл там неудачно, но самое главное, команда вверх, это самое главное, результат на табло. Как обычно, Горбота сегодня принципиально настраиваешься на матч, ну, правда, с лидером украинского чемпиона? Ну, вы знаете, я уже бачил не один матч Карпат, и... Вони так, в принципе, это их маленький малюнок. Адже не бывает мяч, новый контроль мяча, и десь проникающая передача с глубины. Ну, достаточно интересная команда, и очень интересный футбол показывает. Так что, я думаю, в них в будущем... Ну, у нас еще не одни команды не рыпотребляют. А место отвечает Карпат на турнирной таблице высокое? Ну, я думаю, однозначно так, опять же, они зиграли, зараз Динамо зіграли, зіграли з Дніпром, еще важкий матч, однозначно будет против Шахтаря. Шахтарю так же довольно легко. Ну, я думаю, по таким результатам, которые сейчас показывает команда, по той игре, то воно однозначно карпат по борьбе с Еврокубкой. Ну, Артем, а как оценишь действия Новичкова, Мара, Руиса, как вообще взаимодействие с ними было на поле? Ну, знаете, я не тренер. Тренер усиленної дії, того чи іншого футболиста. А так, можно сказать, одно и то, что досить короткие хлопцы, так же, как и футболисты квалификованные. Скорее, будем адаптироваться. Ну, я думаю, все питание нетривалого часа, адже хлопцы достаточно стекают, сами идут на контакт, и уже майже влились в коллектив. Так что, думаю, проблем с ним не будет, и мы в ближчем, думаю, в ближчем матче они показывают свои самые лучшие якости. Мысли, мы уже потихоньку не в руку, в Еврокубках. Ну, знаете, сегодня Еврокубки тоже далеко. Зараз вот играли, и зараз для начала будут думки про сборную. А дальше, далі уже побачим, після, самое главное, зараз, після всей игры, звичайно, до матча были Карпати на повестке дня, а зараз это два матча сборных. Мы знаем, что нам нужно брать максимум мочок, або иметь какие-то шансы на выход из группы. Известие о том, что два матча без зрителей дома, наверное, не очень приятно было, да? Да, я же, знаете, я уже говорил, что если будем играть в селью Европу без глядачей, то мы 100% и сейчас выиграем с этого игрока. Мы уже как-то привыкли, но, конечно, все жарты, и шкода наших болевальников, которые ждали в Еврокубке, Дніпропетровск, ну, таке решение ОФА, и мы, мне жаль, ничего не можем сделать. Вам нужно только обновить из группы, чтобы зрители побольше по матчу посмотрели. Ну, других вариантов не разговаривали, потому что сейчас на Дніпропу будет совсем иншее налаштование, уже не будет сприймать как-то несерьезно, все будут налаштовываться, как на серьезную команду, финалисты Лиги Европы. Так что нам надо однозначно тримать планку, покращивать свою, скажем так, игру и однозначно взглядывать на те взаиморозумения, которые были в минулому чемпионате на футбольном поле. Спасибо вам. Будь ласка.